Анатолий Потапенко Сейчас такой будет Сложный вопрос Анатолий, вы меня не жалеете А, мы с вами на ты Гражданин Потапенко Ты меня не жалеешь Добрый вечер, смотрел видео про прививки И вывод был такой Что почки в середине хвоста Абрикоса Наиболее жизнеспособны и перспективны В развитии Подумал, сможет тогда превращенный сердце Намеренно удалять Верхушечный сердце в первый год жизни И тем самым добиваясь лучшего Резать от роста почек в середине Ну, что тут не понять Короче говоря Если говорить в целом Рассуждать Ну, давайте так Всякая почка Растет там, где положено расти Деревья Сами решают Как им жить Как мы мешаемся Мы мешаемся не для того Чтобы добиваться лучшего результата Это ваша фраза Не для этого Добиваться лучшего результата От роста почек в середине То есть В верхушку Чик А лучший будет расти Тогда саженец будет полезнее Вот Самый лучший саженец Это который Сам Посеялся Сам вырос И тогда Этого не требуется Вообще Согласно? Вот И лучше чем он есть На самом деле Его уже не сделаешь Потому что Это все естественно Это идеал Все остальное Уже Приспособление К нашей Нелегкой жизни Давайте так Мы еще ниже будем смотреть На фотографии Пока Общее рассуждение Итак Мы должны Приспособить деревья К более жесткому климату Где сильный ветер Где больше Где меньше солнца Или где меньше Тепла Где почва Неподходящая Вот Много-много Чего еще Как правило Переезд С юга на север Или запада На восток Так Поэтому Давайте Рассуждать Уже конкретнее Итак На первом месте Целесообразность Значит Вот эта девочка Соня Привет Вот Она Собирает Косточки Черешни Потому что У меня есть фотография У меня Мой помощник Стоит На двухметровой На двухметровой К этой стрелинке И Тянется И ровно В середину Достал До середины Ну сколько Это собрал Этих Плодов Черешни А там еще Столько И тогда Мы были Вынуждены Извините За подробность Я должен Обосновать Свою точку зрения И тогда Мы вынуждены Ждать Когда птицы Все это Сожрут И поделятся С нами Костки падают И вот Она их Собирает То есть На первом месте Целесообразность Значит Наверное В свое время И я И также Модно Мы имели Деревья Уже Выше Высоких Мы не можем Собрать Часть Костки теряются Птицы Уносят Вместе С плодами Не обязательно Они падают Тут Вот И так Целесообразность Значит Мы Отщипываем Не Отщипываем Вот как Удаляем Верхушечную часть Не для того Чтобы Вот эти Лучше Росли А просто Для того Чтобы Мы Большую часть Выражаем Могли Собрать Хотя бы Со стремянки Это первое Это еще Не все Смотрим Дальше Вот это Вот другая Крайность Валерий Петрович Чернышок Мой друг Подчеркиваю Знаете Когда Настоящий Ученый Он был Тем самым Зам.директора Короче Саратовская Саратовская Станция Как там Дальше Не помню Короче Настоящий Ученый Он Напечатал Несколько Статей В Представительном Хозяйстве И Он учил Даже Черешни Да Я только Сейчас Жал Что Состремянки Не достал Вот Делать Не больше Метра Это Нижний Сейчас Будет Плодоносить Так Его Можно будет Укрывать Соломенными Матами Вот Делать Специально Приспособление Ну Хотя Б Черешню Почему На тот Помент Даже В Шаратове Черешню Днем С огнем В открытой Форме Не встретишь Замерзали Вот И Губили 30 градусов Мороза Я же Переписка С ним Я даже Целая Глава Его Это Я гордо Говорю Я в книгу Свою Первую Включил Сделал Главу Из его Писем Толковищ Писем То есть Получается Другая Крайность Вот Она Видите Вот Такая Тоже Можно Что-то Иметь Особенно Там Где Все Это Направить Замерзает Тогда Мы Берем Смотрим Еще Одну Черешню Извините Пораз Показывал Это Говорит О чем Считается Теоретически Откуда Эти Теоретики Взяли Эти Цифры На высоте Метра На 3 градуса Теплее На высоте 2 метра На 5 А на 8 Метра На 10 Градуса Теплее Мне кажется Что Они Придумывали Это Друг у друга Переписывали А на самом деле Ни один Ни разу Градочную Визу Не брал Вот Ну и Добавьте сюда Верховный Ветер На самом деле Там холоднее Я таблицу Показывал Официальная Так И что Получается Следующий момент Почему мы Должны Отрезать Верхушку Да потому Что если Мы Не отрежем Ее мороз Отрежет Видите Вот она Ее Отрезал Мороз Вот почему Значит Все таки Мы забываем Эту страшную Дебильнейшую Ошибку Когда сейчас Миллионы Миллионы Саженцев На рынках С метровыми Штамбами Страшнейшая Ошибка Это Производство Инвалидов Они уже Инвалиды Но их еще Обязательно Надо сделать Чтобы это Все наоборот Видите То есть Целесообразность Пункт 2 Я пишу Чем выше Тем теплее Знак вопроса Шиш Так Миллионы Лет Формировались Кусты Высунулся Получил Раны Несовместимой Жизни И назад В почве Вот Очень удачная Это Затея Да Справка Этот Серьез До сих пор Жива Вот это Сарай Вот Забор Вот Ой нет Поменял Носед Корабицу Ну все равно Поверьте На слово Он еще живой Вот Дальше Вот это Вот Одна из Страшнейших Ошибок Которая Идет 19 века Это Рисунки Ученых 19 века Поняли Нет Вот Так Вот 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 это А оно Почему С тех пор Никто Кому-то Не проверял Что На самом То деле Это Опасно Это Вредно Это Смертельно Вот И Получается Это Противоречит Вашему Совету Вот Берем Левый Саженец Да Вот Так Отпахни Вот Он Будет Более Комфортных Условий Скажем Так Или Может Быть Мы Немножечко Искалечили Все таки Искалечили Но Извините Отсюда Собрать Мы Не Сможем Ничего У меня 90% Груш Помните Эти Фотографию 10 метров Груш Или Даже 12 метров Они Падают Разбиваются Даже попыток Не делал Лезть туда Шею Свернуть Вот Идем дальше Это уже просто Я не могу Относиться Ну Буквально Не могу Сказать Как будто Черешня Не знала Как Дальше Собой Вот Видите Опять Тот же Штамп Ну Что Это Такое Тогда Я еще Несколько Фотографий Подобрал 21 Год То есть В прошлом Году Еще Понятия Никакого О холмах Нет Вот И человек Начинает Насучить Обратите Внимание Дерево Цветет Во время Цветения Я сразу Допустим Я студент Мне задали Вопрос Ну-ка Обослушаю Что здесь Все правильно Неправильно Вот Цветет Май месяц Говорит Студент Этот человек Совершил Большую ошибку Сокодвижение Закончилось А дальше Сотирует Железово Потому что Я нигде этого Не читал Кто-то Отнимет У меня Право Первым На это Произвести На здоровье Я извини Скажу Извините Но так бывает Дорого Весь Исходят И так Значит Во время Мая Когда идет Цветение Сокодвижение Закончено И Раны Не Сокодвижение Это ремонт ран Ремонт дерева Сокодвижение Закончено Догадаться Очень легко За зиму Деревья Страдают Отмерзают Их жрут Морозы Их это самое Всякие лоси И прочее Тоже жрут Снег Их это Ломает Вот Осенью Могли сломать Рожай И так далее И они Весной Начинают Сокодвижение Вот А оно Закончено Дерево Подходить Нельзя Значит Вот она Посадка Яма Ошибка Человек Пытается Сейчас научить Ошибка Но они Что делают Он начал Снизу Видели Чик 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 Я пытался Понять Логика Где Ведь он же При этом Рассказывает Да За это Время Уже Десятки Тысяч Посмотрел Логика Где Как Студент Допустим Знаете Это Опытнейший Человек Вот он Делает Вот Профессор Говорит Студентам Обоснули Мало Что Студент Будет Дурак Дураком За что Уже Незачем За что Он ее Отрезал Я Железа В него За что Он ее Отрезал За каким Дальше Дальше идет Матерное слово Пи 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 За что Ведь Рана Равна Диаметру Самого Дерева Как оно Выше Расти Будет Ведь ему Жа Расти Вверх Вот сюда Смотрите Ему Жа Вверх Расти Рано Же Он буквально Сожрет Древесину Мороз Сожрет Древесину Ну это Мое Любимое Занятие 2005 год Приезжает Стиверин Василий Стиверин Васильевич О память Начинаю забывать Главный Редактор Самая Красивая Газета России И Садоводских Василий Иннокенщин Главный Редактор И Эта Газета Сады Сибири Вошла Перечень Сотни Газет Российских Которые Попали В какую-то Особую Особую На все века Как называется Какой-то Рестр Особый Вот Я так этим Гордился Там Сто Моих Статей Вот Он Ко мне 2005 Приехал Знакомиться Он Печатает Отсюда Господи Я Железово Печатаю Может быть Там У него И сада То нет Друг Он Все Это из пальца Вышел Я на его глазах Сделал Вот так Не верхнюю часть Нижнюю До сих пор Проклинаю себя Вот это Железов Ранний Так как бы Ранний Мичурин Потом Сам себя Проезжал Вот это Я уже Стараюсь Как я Начитался Какой Посмотрите Какие Пропорции А сколько Ран я Понадел Сколько Я Понадел Ран А я Не стесняюсь Нужны Примеры Сколько Ран Я Понадел Ради Вот Этой Красоты Дереву Нужна Это Красота Цена Потеря Морозостойкости А вот Это Я Всегда Думаю Господи Вот Она На наших Глазах Все Ветки Отрезала От нуля До Сколько Рука Объяснить Невозможно Ей Сказали Она же Филолог Когда Только Никто Не знает Что Она Не Садовод А Она Берет Значит Сценарий Так Подходите К дереву Улыбаетесь И Отрезаете Все Ветки Которые Видите Вот Современная Наука А вот Это Помните А где Это я А наверное Я сегодня Еще Нет Вчера Снимал Не выдержал И вот это Вот показал Вот эту фотографию Но не выдержал Я Зачем Он ее Отрезает А умный Вид то Какой Это ужас Это Это вообще Отрезает Для того Чтобы Занять Какое то Время И получить За это Монород А если Не надо Отрезать Ведь Работать Придется Тогда А не Выдумать Всю эту Агротехнику Долбанную Опасную Смертельную Вот Устроить Ну-ка Скажи Что такое Фотосинтез Что Получается Какая Это Может Он Барабанит Что туда Попадает Это самое Углекислый Газ Превращается В Это Глюкоза Глюкоза Кормит Дерево Да Какого Хрена Если Ты это Знаешь Ты отрезаешь Ветку Которая Кормит Дерево Еще ранний Железов Не выдержал Себя Себя Выпали Ну посмотрите Откуда Начались Ветки Ну вы думаете Что Как я учился Я не Отрезал Ни Одной Они Отсохли Только Я Сдуру Отрезал Заподлицо Я Сейчас Оставляю Вот такие Эти А тогда Знаете Что Было Вот Я Спел Привить Скелет Прививку Даже Сделал Даже Грушу Привил Это я Ну этого И не делал Но На следующий Год Это прекрасное Дерево Было Мертво А я Стою Из-за него И думаю А почему Ты Мертво А почему Деревья Деревья Низкие Все живы А это С двухметровым Штампом Погибло Наверное Научив Малечка Начала Соображать А вот Это дерево Мне Фотограф Прислала Женщина И сказала На рынке Ей Продали Саженец Уже Проданный Заметит Саженец Снова Взял В руки Продавец Отрезался Ветки Вот так И вручил Говорит Садите И она Посадила Только Замазывать Это было Она не знала Что надо Ну вот же Отрезанность Так надо Вот это Есть нормальное Состояние Уровень Продавцов А это Это самое Вы знаете Когда Подружился Субтитры Субтитры Ну вот Зачем Руки Чешутся Ведь Так здорово Когда Они Прижимаются К земле Теперь Вместо Этих Самых Тут Ветки Были Вместо Их Радость Прохнует А это Стриптиз На морозе А это Моя любимая Юлечка Матвеева Ангел Я Относился Как Ангел Живет Месяц У меня Вместе На даче Вместе Дома За компьютером Я Жарю Я Я С Колбасой Юля Ешь Нет Достает Я могу Попрекал Это Сильно Грустно Это Сильно Грустно А вот Это Нет Достает Мешочек Мешочек То ли Просто То ли Чего И Начинает Себе Варить Я говорю Ноги Протянешь Нормально Я Смотрю Она Ангел Иногда Кажется Что Она И земли Не касается Когда Ходит И тогда Я сказал Ну-ка Дочка Одевай Чки Все Изображай Учительницу Вот Как Надо Это Настоящее Садоводство Я Не говорю Что Это Садоводство Железа Вот Я Просто Отрицаю Что Чем выше Тем теплее Прижимается К земле Должно Все Это Природой Предназначено А Юлечка Стала Прекрасным Садоводом У нее Своя Фирма У нее Своя Ну Не зря Приехала А приехала Студентка А эти Меня Подкупила К Железову Фермеру Приехала Студентка Вот Здорово И вот Теперь Она Может Учить И я Еще Может Еще Не поздно И уже То Что Она Закончила Университет То Что Она Имеет Свое Дело То Что У нее Свой Питомник Как Он Называется Вы Забыл Если Не вспомню В следующий раз Похвастаюсь У меня есть фотография Отдельная подборка Вот У нее есть свой питомник В городе Омске Вот Они уже торгуют Саженцами И это здорово Но я бы ее И оттуда С выше Если придет Команда Когда-то С неба Команда Сильный Мир Всего Ну-ка Железовских Учеников Всех Мобилизовать Вот Кто против Спецназ Наручники Сразу К этому Министру Образования Раз Собрать Совещание Собрать Железов Со всех Вот этих Умниц Вот таких Вот Ну-ка Давайте Портфели Делить Вот У кого Есть талант В всей стране Рассказывать Об этом же Это может быть Даже важней Чем Преподавать Студентам Кто-то Сядет За книги Кто-то Сядет На эти Самые Новые Программы Студентам Этим же Будущим Потому что Современные Студенты Ни одному Кроме Вот этих Двух Девушек Савинич И Матвеева Никому Нельзя доверить Посадку Все Угробят Я бы Посадил Абрикосы Алис Гниют А вот Вторая Тоже Меня Подкупило Уговорило Так Давайте Смотреть Не смотрите На эту Красивую Девушку Вот так Все Нечего А то Вас Сразу Это самое Расскорь Сучится Смотрите Она держит Левой рукой Что Она левой рукой Держит Тот самый Проклятый Всей наукой Всей Еще раз говорю Ночью Разбуди Любого Кандидата Доктора И скажет Волчок Жрующий Негодный Вредный Опасный Вот Этот Как бы еще Назвать Эгоистичный Который Все силы Отнимает Удерево И вот эту Будущую Хрону Возненавидела Все Кроме Моих Девушек Вот это Вот И вот это А теперь Смотрим На дерево Какая часть Дерева Отсохла Прошли годы Вот 30 лет Давно позади Вот Мелитопольский Ранний Где Мелитополь А где Сибирь Но она дала Сотни Ведер Вот это Дерево Оно Не оно Оно Она дала Сотни Ведер Абрикосов Отборных Мелитопольский Ранний Вы представляете Красота Так Какая Отсохла Верхняя Часть Или Нижняя Я Когда Выращу Там Врать Не буду Я сейчас Не помню Тут Правда Нету Моих Этих А вот Вот этот Забор Это 30-40% В тени Дает И в таких Случа Они Не дают Баковой Ветки Низко Они Тянутся Вверх И нижний Скелет Получился Вот здесь Все Правда Ран Я не делал Вот Но Пришла Пора Вначале Верхний Ярус Погиб Потом Ниже 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 То что я показываю Вот это вот Вот смотрите Видите Вот это А теперь смотрите Сюда Самый левый Верхний угол Живая ветка Вот она-то И дает Плоды И нормально Плодоносит Поняли Да И наконец Все-таки Готовается Смена Вот она Готовится Смена Все Весь Штамп Изувечен Но Вы должны Знать Что вот это Все живет Плодоносит Да Ирина Александровна Но при этом Никто Никогда Ни она Ни я В голову Не пришло Заделывать Эти раны Почему Их нельзя Заделывать Этим Угробили бы Дерево Ничем Никогда А тут Вы думали Как это Добедование И вот Получается Что там Внутри Давно Уже Все Зажило Само Но Дерево Готовится К трудным Именно Еще Несколько Лет И Это Вот видите Ветка Отсохла Вот И здесь Видите Вон уже Отрезано Тут Тут Еще Семь Вот тут Семь Семь Тут Отрезано Еще Несколько Лет И Останутся Что Вот здесь Я всегда Оставляю Вот Вот Эту Я Плю Привяжу И Это Будет Новая Крона Это Будет Третья Молодость Вторая Молодость Вот Это Будет Третья И Тогда Я Вынужден Был И Вот Мы Имели Всего Два Садовода Агронома На Всю Страну Потом Добавился Сергей Железов Закончил Этот Самый Колочь Колочь Так Называется Колочь Вот Стало Три Моих Ученика Ну Остальные Ученики За Осенью А Это Знаете Я Когда Готовил Скребинар Случай Наткнулся На Фотографию Водно Вот Что Значит Мы Это Одного Поле Ягоди Ну Вот Нахрена Был бы Вот Смотрите Нахрена Был бы Ее Делать Стандартную Эту А Там Ниже Будет Наш Время Секло Потом Будет Сказать Вот Это Вот Это Всю Дурь Вот Это Всю Дурь Вот Это Нарядная Бреска Вот Это Как Летом Обрезать Не знаю Что При этом Вылезут Сразу Полежут Почки Простутся И Ростки Замерзнут До Зимы А Она Не знает Усегрели Ни хрена Ни Ничего Ни Один Чек Не Задумался Это Нам Всерестовете Только Я Шватился Завод Ура Караул Вот В общем Видите Как Что Получилось Вот И мы Будем Это Все Проходить 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 Вот Осталось Все До Минута Время Так Вопрос Задают Вы Получите От Меня А Еще Абрикос Яблоню Грушу Вот Серьез Уже Высылают Только Строфицирован Уже Пшараписки А Вот Это Все Еще Сухими Как Держать До Сортификации Маленькие Баночки С Сухими С плотными Крышками А то Схватился Друг Уже Трое Умудрились Порастить Вот Вот Так Они Меня Учат Вроде Мои Ученики А до Конца Не До Времена Хотя Время Не Стекло Последние Минуты Идет Вот Я Взял Специально Это Классика Видите Классика Я тут Ни при чем Тогда Давайте Вносить То Что Я Проверил Испытал Итак Песок Соотношение 6 К 1 С Водой По Объемам Значит Хранение При температуре 2-3 Градуса Плюс Вот Дальше Значит Время До Высадки Определяете Сами То есть Допустим Кто-то Может Для юга Там Допустим Январе Начать Кто-то В феврале А северяне Могут и марте Начать Суфикацировать Но Когда у них Оттает На цикл Аплата Земля Они уже знают Вот И Сроки Вот тут Написано От 80 до 50 Берем Вот эту цикл Вот И Говорим Не от 80 А до 80 Раз А его не беру Не занимался А лучу А луча Для меня Это Слева Одно и то же Вот Значит Здесь написано От 120 А наша цифра будет До 90 Поняли, да? Барбаре Живлась Пропускаем Боярочек Ага Вишня Здесь написано От 150 А мы берем 3 месяца Это получается До 90 Поняли, да? Грецкий орех Не занимался Брецкий орех 2-3 месяца Ну, он Новороссийник Ну, что не знаю Не знаю Вот здесь написано 50-80 Ну, там Азерская Это подходит Груша До Я Это самое Путь будет До 70 Вот Виноград Миндаль Миндарем Не занимался Персик Чтобы не морозить Я высылаю Я их уже Часно засовываю Чтобы 500 Еще есть Так Ну, может 600 Я их всех Песок сырой Все Теперь уже Заборачиваю Я получу В сором виде И уже должны Хранить Будет Не так То есть Не так Вы уже Получили В сором виде Только вам Уже увеличить объем Почему? Вот такой вот Мешочки Сунете Ухолодильник А потом Один-два Косточки Взойдут Из этого Маленького Объема И высасутся Влагу А остальные Уже в этом году Не взойдут Значит На 10 Косточек Как видел Пол-литра Сырого песка Все Наше время Истекло Если Не скрунеть Что-то Сверхважного Сейчас Вот О, я же Не договорил Все Ладно До встречи В занятии Продолжен Помните Речь О том Что Если Вверхушку Оттикать То Тогда Будет Угл Это Преимущество Получат Срединные Ветки А не Самое Лучшее В природе Самое Лучшее Такие Существует Но Учитывая Целесообразность Приспособления Конкретным Условим Вот Тут Конечно Вы Правы Согласен Согласен Я Согласен А Это В середине Лета Ты Согласен Сосед Существу Существу Я Читала Вот И Все Делать Прекрасная Груша Вкусная Ну Что Тебе Надо Мало Того Соседа Которая Это Я Рассказывал Солусад Загубил Сейчас Может Еще Что-нибудь Такое Сверхцедное И Будем Заканчивать Это У Ее Грибы По дереву Пол Сын Про Прокол Еще Будем Говорить Вот Про Это Еще Поговорим Про Это Про Это Самые Ценные Сверхи Которые Должны Пойти Потом Не Вот Этого Дуль А Вот То Что Я Выше Вот Это Должно Пойти В Семьи Сейчас Что-нибудь Особо Ценные Вот Этого Не Знаю Ты С Пор Современные Науки Должны 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 Семьи Так Давайте Закончим Закончим Продолжение следует...